Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам расскажу о проекте «Модель XL». Мне написала его участница, и она захотела поделиться из первых уст информацией, как снимается этот проект. Вот вам разоблачение! На проекте «Модель XL» у нас гонорал составлял 1,47 копеек за 7 месяцев съемок. Вика расскажет, как она спасла себя от изменения прически, которая ее обуродовала. Вот, ну а по поводу причесок, ты знаешь, ну я же полицейский, поэтому когда занялись на девчонке, говорили о том, что типа стилисты. А зачем им делать прически? Зачем им делать прически? Они же все равно сейчас увидят. Расскажет, честная ли была победа Маши, или ей помогала съемочная группа, и это все подстава. Все-таки, чтобы не говорили, есть какая-то ценарная линия, ценарная ниточка проекта, да? А также, как повлиял проект на ее дальнейшую жизнь. Что было неправда? Все, что есть. Если открою секрет, почти все. Неужели вы думаете о том, что девочка с пидоном пришла на самом деле на съемку с пидоном? Половина участниц выходила в двоих губанников, потому что не подходили размер груди, или еще попы, или еще что-то. А вас хоть кормили? Можно я тебе правду скажу? То, чем вас кормили, мы постоянно от этого ходили из туалета. Это помогало вам построить. Объясню, почему. Потому что Кэтрин привозился с утра, он лежал мне в холодильнике. А нам давали где-то часа четыре, да, или еще там в какой-то момент. И поэтому так получается, что уже к концу, особенно камера Бакова, я помню, первое видео, она говорит, «Не, я есть не буду». И в какой-то момент мы даже заезжали в супермаркет, тратились на финансы для того, чтобы покушать. Честная ли была победа Маши, или ей помогали, и это все была постановка? Смотрите с первых уст. Как тебе брать на песню «Машку» забрали отдельно на раскадровку? Раскадровка, это называется досъемка материалов. Стань туда, стань сюда, повернись вот туда, повернись, делай вот так, делай вот так, да? То есть, там, вот это те моменты, которые делаешь во время раскадровки. Фактически, это второй дубль, третий дубль, четвертый дубль. Имей в виду, что всем не дали, кроме Маши, делать вот эту раскадровку. Почему сам Бог столько знает? Вика рассказала мне, как она очень интересно избежала изменения своей прически в негативную сторону. Как ее не изуродовали из-за того, что она что сделала? Вот сейчас она вам сама и расскажет. Как ты думаешь, если я знала, что мне обрежут голосы? И сидела, кусала нервно губы и зубы. А потом подошла посредине съемок к Андре Дану и говорю, Андрей, я тебя очень люблю. Я понимаю, что вы хотите меня обрезать волосы. Но, пожалуйста, не отрезайте мне челку Боб Каре. То есть, мне должны были в проекте обрезать челочку вот так вот, и вот такие сильно короткие волосы Боб Каре. И спасибо большое Андре Дану за то, что он меня спас. Потому что он говорит, Вика, тебе это вообще идти не будет. Вот, если вы думаете, что образы наши действительно там создавал Андре Дан, то Андрей участвовал в них в нем утверждении. Но изначально картинки формировались не специалистами Гига Стайл, а нашими докторами, потому что учитывалось психологические нотки. То есть, мне волосы обрезались, ну, меня, допустим, как-то подломать, сломать, да, сделать постарше, сделать построже. Ведь мне уже выбрали какой-то такой вот оплат, где я буду по оборону, да. Вот, поэтому, соответственно, я его не зла с гордостью, но я очень благодарна за то, что они все-таки челку не отрезали. Потому что я себе не представляю, как бы я с ней жила. Я не представляю, как все с Ира, а с ней живет. Дымчук, потому что, ну, в мое понимание, это как-то так тяжело. Ну, то есть, ее это сломало вообще очень сильно психологически. А хуже еще, когда девочку так изменили, и тут же ее и убрали. Поэтому я тебе могу сказать, откуда я это знала. Просто стилисты зеркало пролистывали телефонный слой. Ну, типа, какая я должна быть. Ну, и когда остановились на моей картинке, от зеркала не у зеркала, да, показала мне о том, какая я должна быть. И, понятное дело, что я попыталась как-то этого исчезнуть. Вопрос по поводу внешности. Ресницы твои были или сценарные? Ресницы были мои. Как повлиял проект модель Excel на жизнь участницы в дальнейшем? А вы общаетесь? Вот вы общаетесь с участниками? Крема меня удалила с общего сайта. За то, что я написала, что, девчонки, вы не будьте измеками, я вас все равно все люблю. Дословно, я повторяю фразу. Не знаю, честно, может быть, Римка чувствует какую-то конкуренцию. Может быть, этот. Короче. Мэнда никто не любит. Никто не поважает. Я тебе объясню, почему девочки так на меня были на скалах. В первом эфире, я даже тебе покажу. Я тебе сейчас покажу даже. Случайно я сегодня достала эту папку. Я тебе сейчас покажу то, что не было в эфире. Вот этой фотографии не было в эфире. Такая классная. Первый день вот эту фотографию признали лучшей. И это то, что вырезали. Не показали. То есть первый день меня признали лучшей. Второй эфир меня признали лучшей. Третий эфир меня тоже признали лучшей. А девочка, ну, этого не было показывать. Во-первых, мы в эфире телезрителям. А во-вторых, теперь такие девочкам как. То есть, типа, мы тут стараемся, а тут какая-то выпендрёшка. Постоянно называют лучшую. Таким образом, скажем так, это была бы тактика сценариста для того, чтобы настроить против меня девчонок. Сейчас Вика занимается конкурсами красоты модель XL. Также она победила на международном конкурсе модели XL. В номинации «Лучшая фигура». В одном интервью ты сказала, что ты эксперт, всё будет добре. Да, ты знаешь, я не только эксперт, я и зеркова гостя. Я и кулинарный эксперт. Чего-то я бы уже во «Все буду добрыми» не творила. Кстати, эфиры можно уже найти. То есть, они можно в свободном доступе найти в интернете. И спасибо за то, что «Все буду добрыми» меня так заценила. Но я тебе хочу сказать по секрету о том, что изначально я должна была быть одной из трёх ведущих новых, которые были там. На последний момент опять вспоминаю фразу предыдущего интервью. Ну, ты поняла. Первое слово «Пи-пи» — нет справедливости, да? Более того, я знаю, что девчонки, ну, поскольку я уже очень давно в телеканале жизни, я думаю, что девчонки с проекта модель XL тоже захотели кастинг. Ну, а я тебе могу ставить по секрету из них даже кто-то второго тура не дошёл. А я дошла. А, ты бэс, ты бэс? Я шучу, конечно. Нет, кстати, я сейчас сказала правду, да? Но по поводу «Бэст оф зэ бэст», ну, ты знаешь, ну, не знаю, этим можно успокаивать то, что у нас в жизни. То есть, так, немножко порадоваться, да? Немножко иногда радуешься своим успехом, немножко иногда платишь на какие-нибудь неудачи. Потому что, на самом деле, неудач тоже много. Но со временем ты начинаешь привыкать, что фразы нет, это означает «Окей, поехали дальше». Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на звоночек, будут ещё выпуски.